Центр Духовного Просвещения представляет программу «Открывая Библию» рубрику «Разумеешь ли, что читаешь?» На ваши вопросы по тексту Библии отвечает Виталий Алийник. Добро пожаловать на программу «Открывая Библию» рубрику «Разумеешь ли, что читаешь?» Она посвящена исследованию отрывков Священного Писания, которые вызывают трудности для разумения, и я получаю вопросы по соответствующим отрывкам. Первый из них сегодня — это книга «Бытие», 25 глава, стихи 22 и 23. «Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. «Господь сказал ей, два племени во чреве Твоем, и два различных народа произойдут из утробы Твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Вот отрывок. По этому отрывку я получил следующие вопросы. «Ревеке было сказано, больше будет в порабощении у меньшего». «Кто больший и кто меньший?» «И каким образом был порабощен меньший?» «Даже купив первородство и после долгих лет при встрече, Иаков называет Исава господином?» Вот это вопросы. Постараемся разобраться. Прежде всего, ответим на вопрос, кто больше, а кто меньше. Если посмотреть на иные переводы этого отрывка, то, например, современный перевод российского библейского общества гласит «старший младшему станет рабом». То есть «больше» имеется в виду, согласно этому переводу, по возрасту, по порядку рождения, «меньший» соответственно также в этом же отношении. Если мы глянем на оригинал, то вот слово «меньший» в подлиннике «Цаир», оно используется, например, в книге «Бытие» в 29 главе, в 26 стихе. «Бытие 29-26». «Лаван сказал, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей». «Младшая» — это как раз перевод этого самого слова. То есть, иными словами, пророчество говорит о возрасте братьев, о возрасте близнецов. Это один термин. Еще один отрывок, который мог бы нам помочь, это книга «Бытие», 27 глава, 1 стих, «Бытие» 27-1. «Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исаава и сказал ему, «сын мой», тот сказал ему, «вот я». Если мы глянем на подлинник, то вот у нас есть фраза «бено гагадоль». То есть, дословно, сын его большой. Большим назван Исаав. Безусловно, когда они родились, разница там была совсем небольшой по времени. Вот как Библия это описывает. Это книга «Бытие», 25 глава, 24 и 25 стих. «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматы, и нарекли ему имя Исаав. Потом вышел брат его, держась рукой свою запятую Исаава, и наречено ему имя Иаков». Итак, «больший или старший» — это Исаав, «меньший или младший» — это Иаков. Во второй части вопроса была просьба прояснить о том, как это пророчество исполнилось. Давайте посмотрим вначале на отношения личностей, на отношения братьев. Мы находим в 32 главе книги «Бытие», в стихах с 3 по 7, следующие. Книга «Бытие», 32 глава, стихи с 3 по 7. «И послал Иаков пред собой вестников к брату своему Исааву в землю Сеир, в область Едом, и приказал им, сказав, «Так скажите господину моему Исааву, вот что говорит раб твой Иаков, я жил у Лавана и прожил до ныне, и есть у меня валы и ослы, мелкие скоты, рабы и рабыни, и я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение перед очами твоими». И возвратились вестники к Исааву и сказали, «Мы ходили к брату твоему Исааву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Иаков очень испугался и смутился». В этом повествовании мы находим, что младший называет старшего господин, себя называет его рабом. Мы видим, что Иаков боится Исаава, и потому в самом повествовании Библии о взаимоотношениях этих двух личностей, старшего и младшего, большего и меньшего, нету исполнения пророчества о том, как мы прочитали в самом начале, что один сделается сильнее другого и больше будет служить меньшему. Далее, нигде в повествовании нет описания того, чтобы Иаков был сильнее или чтобы Исаав служил Иакову. Поэтому давайте снова глянем на исходный текст книга «Бытие», 25 глава, 3 стих. «Бытие», 25, 23. «Бытие», 25, 23. Вот что здесь написано. Господь сказал ей, «Два племени в отчреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого и больше будет служить меньшему». Как видим, речь в пророчестве идет не о личностях Исаава и Иакова, а о народах, которые произойдут от старшего и которые произойдут от младшего. Один народ сделается сильнее другого и большие, то есть потомки Исаава, будут служить меньшему. Как это исполнилось в истории? Мы можем посмотреть, например, на Вторую книгу царств, 8 главу, 14 стих. Вторая книга царств, 8 глава, стих 14. «И поставил он охранные войска в Идумее. Во всей Идумее поставил охранные войска, и все Идумеяне были рабами Давиду, и хранил Господь Давида везде, куда он не ходил». Идумеяне – это потомки Исаава, ибо написано «Исаав, он же Едома». Священное Писание говорит о том, что в эпоху Давида все Идумеяне были рабами Давиду. То есть в истории, в действительности, потомки Исаава, старшего, они стали подвластны потомкам Иакова, младшего. И таким образом исполнилось это пророчество. Повторим, когда Господь открыл Ревеке будущее, то Он говорил не о взаимоотношениях личностей Исаава и Иакова, а о взаимоотношениях народов, которые от них произошли. Сегодня потомки Иакова по-прежнему существуют, но Едомлян давно нет. Так исполнилось это пророчество в истории. Если это видео принесло вам пользу, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь с теми, кто вам дорог. Не забудьте также подписаться на канал Центра Духовного Просвещения. Вопросы по тексту Библии можно присылать по электронной почте на адрес вопрос-собака-russian-centers.com Субтитры создавал DimaTorzok